Масленицу Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог НашиДети.ру И сегодня я хотела бы вам рассказать про Масленицу. Вчера я попала на Масленицу, которая проходила у нас здесь, в парке Юбилийный. Раньше я всегда ходила на Масленицу только в этнографический музей, потому что так широко её проводили только в этнографическом музее. Это Верхняя Берёзовка. Добираться до неё всегда было для меня очень сложно, потому что в обычный будничный день можно было уехать на Верхнюю Берёзовку только на маршруте номер 37 от меня. И это можно было сказать, что нужно ехать от одной конечки до другой конечки. Кстати, вы знаете, как называют пассажиров, которые садятся на одной конечке и выходят на другой конечке? Знаете, их называют кирпичи. Так вот, раньше мне приходилось ездить таким кирпичом для того, чтобы попасть на это русское гуляние. Сейчас парк Юбилийный благодаря нашим властям, благодаря, наверное, проекту «Современная городская среда», когда на наш парк было выделено хорошее количество денег, и он действительно стал очень красивым, он облагородился. Сейчас я решила пойти на Масленицу сюда пешком. Никуда ехать не надо рядом с домом. «Иди сходи». И я реально попала на Масленицу вообще в самый смак. То есть я, во-первых, посмотрела, как мужчины залазили на ледяной столб. Я вот прямо пришла, как раз лез... Ну, я не знаю, он первый лез, или не первый, но он был первый, который смог снять этот пакет. Кстати, в качестве подарка ожидал билет на концерт Агутина и Вару. Два штурма было. Вот. Потом залез второй сразу же, потом один очень долго слюнявил столб, пытался залезть, но у него ничего не получилось. Ну, а потом все-таки этот пакет тоже был снят. И буквально минут через пять-семь сожгли саму Масленицу, вот это чучело, да. Как-то так раньше получалось, что в этнографическом музее я никак не могла дождаться этого таинства. Я видела, что чучело стоит очень красивое, нарядное, в красивом платье, в косынке. Но все-таки мероприятие проходит в феврале, почему-то, да, хотя мы провожаем зиму вроде как бы, встречаем весну. Тем не менее, всегда холодно. И в этнографическом музее, единственное, куда вы можете зайти погреться, это какой-нибудь кафе, в котором надо покушать, наверное, на сумму денег, да. Вот. Ну, или там бывают юрты такие установлены, но там тоже долго не посидишь, немножечко там поешь, может, после отогреешься, или там блинов. Тем не менее, холодно. Тут рядом дом, рядом куча торговых центров, зашел погреться, если хочешь. Я не заходила никуда греться. Я как раз пришла вовремя, в самый пик разгара празднования. Встретила там хорошую знакомую, мы с ней познакомились по профсоюзной линии, поболтали пока, ждали, значит, сожжение Масленицы. И сожжение Масленицы наконец-то ее увидела. Ее облили каким-то горючим раствором, видимо, и таким факелом огромным, таким горящим, таким, фух, какой-то в средневековье. Принесли и вспыхнуло момент, вообще, момент вспыхнуло. Мне почему-то было прямо так жаль, мне показалось, что одежда-то такая, она Масленица неплохая, косынка такая, современная, не старая. Платьюшко там, ага, сверху, еще кого-то. Сожжать не надо. Все сгорело. Сгорело вообще. Синтетика, видимо, буквально за несколько секунд. Поэтому нужно было стоять там в ожидании чуда. Если вы чуть-чуть опоздали, бежали откуда-нибудь издалека, вы пришли уже на один дым и угольки. Вот. Но в связи с этим сразу же освежаются воспоминания. И я бы хотела рассказать про один случай, который был связан тоже с Масленицей. Привет моей приятельнице Вике, да, может она себя узнает. Когда-то мы с моей подругой решили пойти тоже на Масленицу в этнографический музей тогда. И решили сэкономить, мы были небогатыми студентками, решили сэкономить на блинах. Потому что в этнографическом музее, я помню, блины стоили всегда дорого. Да. Мы решили их напечь сами. Я приглашала пойти ко мне, но Вика сказала, что от нее будет поближе, легче уехать или что-то такое. Я не помню, в связи с чем, но мы все-таки решили пойти к ней. Вот. Мы зашли в магазинку, ну там я спросила, нужно ли что-то или нет. Я вот не помню, покупали мы что-то или не покупали. Мне вообще кажется, что мы заходили что-то покупали. Ну, ладно, это не супер. Когда мы пришли, начали делать тесто, оказалось, что, к примеру, нет яиц. И тогда пришлось идти в магазин, да, пить яиц. Время-то идет, там нас ждут. А потом, через некоторое время мы пришли, яйцо распили, начинаем делать тесто дальше, и тут оказывается, что нет муки. А магазин был не близко, и я вообще так психанула. Но у Вики там дядя, ага, он увидел, что я, видимо, по себе неадекватно веду, он пошел, помог, сходил в магазин. Вот. Тесто мы сделали наконец-то, и тут я увидела сковородку. Просто я таких сковородок раньше не видела. Сковородки, которые были у меня, они либо такие, ну, с плоскими, с небольшими бортами, да, как бы специально для блинов, либо это были такие, ну, массивные сковородки. Может, да, там, пожарить лапши с картошкой. Но они всегда были, всегда были с ручкой. Я ни разу не видела, ни разу не готовила на сковородке, которая была бы без ручки. То есть я вообще-то даже, ну, не могла представить, как это можно. И тут, значит, достают вот этот, ну, кругляшок металлический, и такая отдельная штука, ну, ручка, будто бы у нее такие три крючка, да, вот такие. Так ее берешь, не цепляешь на сковородку. Я как представила, что вот этот раскаленный этот металл, да, и я не умею, ну, блин же, его же надо вот так вот делать, чтобы он растекся так хорошенько. Я как представила, что я не умею этой ручкой пользоваться, и что у меня эта сковорода куда-нибудь улетит, раскаленная, ладно бы, если хоть еще не на меня. И у меня вообще упали все руки, но опять пришел на помощь наш супергерой. Он нам помог, хорошо умел управляться, и мы сделали блины. На самом деле, очень хорошие, очень вкусные блины. И когда мы приехали в этнографический музей, наши друзья нас уже ждали, была большая компания. Блины действительно в этнографическом музее на Масленицу стоят очень дорого. Ну, не знаю, на наши деньги сейчас, может быть, скажем так, 100 рублей один блин. Может быть, это не особо дорого, но нам тогда бедным студентам казалось, что это неподъемная сумма. Вот. Все с радостью вообще поели, нас похвалили, что они такие молодцы. Ну, ладно, всех с Светлой Масленицей, вам добра, чтобы не снаться. И я впервые решила не ехать в этнографический музей. Мужчина молодец, снял какой-то приз. И пошла на Масленицу в парк юбилейный. Парк стал очень красивым после того, как на него были потрачены деньги. Современная городская среда, видимо. И вот теперь забава. Ледяной столб добралась и до нас. Часто приходилось видеть, как мужчины даже раздеваются практически до гола, чтобы... Ну, до трусов, не до гола. Чтобы выдрать. Народа очень много. Там висят какие-то потехи. Ура! Молодец! Залез. Народу достаточно. Достаточно много. Достаточно много детей. Ну, отлично. И последний приз. Мужчина пытается лезть, но мне кажется, он не залезет. Он скользит. Очень сильно скатывается вниз. Вот ему пока помогают, он лезет. А мне кажется, он не залезет. Ну, вот. Хорошо. Нет, это очень долго. Так. Молодцы. Хорошо. Сейчас найдем удобное местечко. Вот так. Ладно. Что здесь происходит у нас на сцене? Сейчас посмотрим, что у нас происходит. Как много народов. Молодых. Здрасте. Детей. Хорошо. Хорошо. Ладно. Провожаем зиму. А ты что, отдашься с ней? Пошла? Да, привет. Что-то сыночку мой все равно не пошел. Не зацепишься? С папой остался. А-а-а. Все, смотри. Ой, все. О, сколько людей. Пока, говори, пока. Пока, платок-то жалко. Ну, ты сейчас должна хорошо гореть. О, платье распустила, батюшка. О, жарко как. Отходим, отходим. Все, уже весна. Да. Все, весна. Еще надо сдарить зиму. Все, уже весна. А голова не горит? Субтитры создавал DimaTorzok